Я вас приветствую, мои дорогие друзья! Сегодня в этом видео я хочу ответить на довольно часто задаваемый вопрос в комментариях о том, как можно заточить сверла маленьких диаметров от 0,5 до 1,5 мм. Для заточки мелких сверел давным-давно изобретено приспособление и называется оно Вишбон. Это приспособление для ручной заточки мелких сверел. Оно очень простое в конструкции и в принципе очень простое в использовании. Приспособление в основе своей имеет металлический корпус для фиксации сверла. Также на приспособлении имеются два ролика. При фиксации сверла между роликами и самим сверлом образуется угол заточки в 120 градусов. В дальнейшем, при использовании наждачной бумаги на плоскости, этим приспособлением при помощи круговых движений производится заточка режущих хромок сверла. Теперь изготовим подобие этого приспособления, чтобы попробовать на нем заточить маленькие сверла. Корпус самого приспособления я выполнил из 4 мм стали. Этого, конечно, больше, чем достаточно. Можно было бы сделать из более тонкого материала, но все, что у меня было под рукой. Значит, это нижняя часть приспособления, это верхняя часть приспособления. Самым главным параметром здесь является выдержанный угол в 120 градусов и проточка, которая является бисектрисой этого угла. Проточка была сделана обычным надфилем. Проточка нужна для того, чтобы позиционировать сверло до зажима, чтобы оно было ровно бисектрисой этого угла. В нижней части приспособления просверлены 5 отверстий и нарезана резьба М3 и 2 отверстия, в них нарезана резьба М6. В верхней части все то же самое, но только без резьбы и с зенковкой. Также здесь еще прорезан вот такой вот паз. Дальнейшее значение я его вам расскажу. Также были вырезаны вот такие вот дистанционные прокладки. Толщина их 3 мм. Очень важный момент, чтобы толщина вот этой прокладки была чуть больше толщины вот этих двух шайб. Это обычные шайбы под болт М6. Если же они чуть шире, чем вот эта дистанционная прокладка, тогда их можно немножечко шлифануть на наждачке. Они должны свободно ходить в приспособлении без залипания. Теперь соберем до конца это приспособление. Приспособление почти полностью собрано. Стянута болтами, ролики спокойно вращаются, без залипаний. В это отверстие я буду вставлять сверло, которое я собираюсь заточить. Максимальный диаметр сверла, который я могу сюда вставить, это 3 мм. Теперь необходимо решить задачу, как мы будем фиксировать сверло в этом приспособлении. Одним болтом это делать никак нельзя, потому что сверло маленького диаметра мы попросту сломаем или погнем. Остается лишь только притягивать сверло всей плоскостью. Для этого здесь был просверлен вот такой вот паз. Я просверлил несколько отверстий диаметром 4 мм, а потом все растачивал надфилем. Для этого паза была изготовлена вот такая вот маленькая шпонка, которая как таковой не является, из 4 мм стали. В нижней части шпонки имеется скругление. Оно необходимо для того, чтобы можно было дожимать сверло маленького диаметра. А в передней части имеется вот такая вот фаска. Фаска необходима для того, чтобы не дергая само приспособление взад и вперед, можно было с перлом поднимать этот упор вверх, без всяких проблем. Поджимается он вот таким маленьким болтиком с пластмассовой головкой M3, снят с черно-белого телевизора. То есть поджимает он просто-напросто своей плоскостью. Вот так это все работает. Ну и проверим, насколько надежна эта фиксация. Ставим сверлышко, зажимаем его и проверяем. То есть все надежно, все круто. Меня устраивает. Как правильно установить сверло в это приспособление? Здесь есть два важных пункта. Первое. Это нужно выдержать угол в 120 градусов, угол заточки, и правильно выставить режущие кромки по отношению двух колесиков. Угол заточки мы можем выставить как по угломеру, но это не мой вариант. Можем выставить вторым способом. Если плоскость, проходящая через вершину сверла и колесик, будет параллельна вот этой плоскости приспособления, значит угол заточки будет в 120 градусов. Почему? Потому что угол самого приспособления уже 120 градусов. И если эти линии будут параллельны, значит мы все сделали правильно. Выставили, чуть поджали. Теперь необходимо выставить режущие кромки. Они должны быть параллельны, что одна, что вторая, вот этим колесикам. То есть если здесь провести линию, то сами режущие кромочки должны быть в линии. Если это не так, берем пассатижи и немножко разворачиваем само сверло. Готово. Поджимаем окончательно. Теперь можно приступать к заточке этого сверла. Для выполнения настолько мелкой работы, необходимо взавестись лупой, желательно с хорошим увеличением. Я использую вот такую налобную лупу. В качестве плоскости я использую кусок стекла, а в качестве абразива 800-ю обычную наждачку. Сверло зафиксировано, выставлено. Теперь покажу, как это делается. Значит, ставим одну режущую кромочку. И вот такими движениями с завалом на одну сторону мы производим заточку одной режущей кромки. Переворачиваем и делаем заточку другой режущей кромки. Контролируем. И дальше. Ну, в общем, я заточил сверлышки 1,5, 1,3, 1 мм и 0,8. Мельче уж найти не удалось, к сожалению. Сейчас я включу микроскоп и покажу вам, что получилось в заточке. Сверло 1,5 мм. Сверло 1,3 мм. Сверло 0,8 мм. И сверло 0,8 мм. Протестируем сверло на практике. В качестве подопытного кусок алюминия 2 мм. Сверло 1,5 мм. Готово. Сверло 1,3 мм. Сверло 1,3 мм. Сверло 1,3 мм. Готово. Сверло 1,3 мм. Сверло 0,8 мм. Прицел. Лиже бы такое не сломать. Бля. готово тест пройден успешно так ну и просверленные отверстия это полторашка 1.3 1 миллиметр 0.8 миллиметра но как то так и так мои дорогие друзья подведем итог значит в общем мелкие сверлышки у меня были мелкие сверлышки заточены и мерки сверлышки сверли а значит это приспособление полностью работоспособна чем она мне понравилась эта простота ее конструкции на самом-то деле я потратил всего лишь три часа своего свободного времени для того чтобы изготовить сия девайс точить сверла на ней вообще реально очень быстро то есть все свои 15 маленьких сверлышек от одного до трех миллиметров я заточил буквально за 15 минут и мне не пришлось даже учиться затачивать эти сверлышки то есть как бы тут все интенсивно просто прям приспособа мне вообще как бы зашла отлично кидаю в копилку полезных приспособлений ну а на сегодня у меня все ставьте лайк этому видео если понравилось всем пока